Я придумал, можно как в Санта-Барме. Друзья, всем большой привет! Сегодня мы поговорим о том, как ускорить созревание томатов в открытом грунте и теплице, как их правильно подстричь, что нужно стричь, что не нужно стричь, как прорыхлить специальным образом почву, что стоит применять, а что не стоит, какие есть хитрые новые модные препараты для того, чтобы ускорять созревание томатов и как собрать максимум спелого урожая с растений. Поехали! Все в изревании томатов! Итак, начнем с того, что вызревание томатов – это действительно большая проблема. И часто, примерно в 90% здесь сортовые особенности даже ни при чем. Очень часто виноваты погодные условия, причем начиная от самой даты посева. Так как, если на рассадном этапе рассада быстро росла и развивалась, например, у вас были условия, когда рассада растет в тепле, она быстро развивается и переходит к фазе плодоношения. В нашем случае в рассадной теплице, где мы выращиваем сами томаты, температура весной была до 50 градусов. Растения очень быстро начали закладывать первые кисти. Но вот тут как раз встряла такая одна проблема, очень неприятная то, что к моменту, когда томаты уже нужно было категорически высаживать в открытый грунт, на улице было очень холодно, были сильные заморозки, поэтому рассаду пришлось затянуть, долго ее держать в тепличных условиях. Первую кисть мы пропустили, соответственно, отодвинули получение спелых плодов примерно на 2-3 недели. Чаще всего именно климат конкретного года сказывается на урожайности и на вызревании не только в теплице, не только в открытом грунте, но и в тепличных условиях тоже. Потому что то, насколько будет тепло, либо холодно, и особенно влажно или сухо в теплице, тоже очень многое зависит. Направить томаты на вызревание можно разными способами, разными путями. Вообще, если говорить про вызревание, то у растений это переход с вегетативного роста на генеративный, что это значит простым языком. Растения, когда находятся на фазе вегетативного роста, это значит, что растения наращивают много листовой массы. Много побегов, много пасынков, много листьев. Это то самое время, когда мы говорим, что томаты жируют. Когда же томаты переступают через эту фазу в генеративную, растения формируют плоды и вызревают их. Потому что зрелость плодов – это та стадия, к которой растение в принципе стремится. Так как в зрелых плодах содержатся семена, которые мы потом будем сеять и выращивать растения в следующем году. Нужно сделать так, чтобы растение перестало формировать лишнюю вегетативную массу и направило все свои силы на вызревание плодов. Сделать это можно разными путями, в частности, выделением газоэтилен. Можно это сделать при помощи усиления стрессовых условий. Можно это сделать путем перенаправления питания. Как это все можно произвести? Начнем с самого физиологически правильного и логичного решения. Это в работе газоэтилен. Вообще этилен применяется в промышленности, в промышленном овощеводстве для массового вызревания в теплицах. Его даже иногда запускают специальными машинами и агрегатами, чтобы получить быструю спелость плодов и отправить их уже для продажи. Кстати говоря, быстрое вызревание плодов на здоровых растениях, на которых есть листья, не приведет к тому, что плоды будут безвкусными. Если вам казалось, что магазинные томаты безвкусные, потому что их чем-то подкармливают, пичкают и делают так, чтобы они быстрее вызревали, здесь вы совершенно не правы. Во-первых, магазинные томаты безвкусные по той причине, что большинство гибридов имеют ген, который обладает высокой лёжкостью. То есть ген, вызывающий высокую лёжкость томата, к сожалению, часто привязан к низкому накоплению сахаров. И чем плотнее будет томат, тем лучше он будет храниться и транспортироваться, но при этом меньше в нём будет сахаров. И есть вторая проблема, почему магазинные томаты и домашние томаты, поздно собранные и хранящиеся при низкой температуре воздуха, тоже становятся менее вкусными. И во второй половине лета в том числе. Дело в том, что у томата при температуре ниже плюс 12 градусов все сахара переходят в крахмал и в другое запасное питательное вещество. Потому что плод, грубо говоря, начинает думать на биохимическом уровне, что наступил стрессовый период, наступает зима. И нужно по максимуму сохранить питание для того, чтобы дольше сохранять и вызревать семена. И поэтому сахара переходят в крахмалы, которые имеют нейтральный вкус, из-за чего плоды не будут такими вкусными. Это причина, почему лучше томаты дома хранить не в холодильнике, а где-то просто в тёмном прохладном месте. Даже если вы их собрали спелыми на своём огороде, потому что они могут стать более крахмалистыми. Как увеличить выработку этилена на ваших плодах? Есть несколько методов. Есть метод прямого выделения этилена. Если вы возьмёте зелёную кисть томата, это сейчас будет звучать очень странно, но это на самом деле работает. Взять полиэтиленовый плотный пакет, положить в этот пакет небольшое яблоко, кожуру от банана. Можно засунуть этот пакет на кисть томата, то есть кисть томата прямо на растении, поместить в этот пакет, завязать какой-нибудь проволокой, вировочкой и оставить так на 4-5 дней. После того, как вы снимете этот пакет, вы увидите, что плоды перешли уже в стадию бурой зрелости и где-то примерно через неделю они у вас поспеют. Метод странный, но метод работающий. Если у вас небольшое количество посадок, тогда вы можете пользоваться таким методом. Типлица будет выглядеть экстравагантно, но плоды созреют быстрее. К этому же методу можно отнести подкладывание зреющих яблок, груш, бананов. Мало ли где вы проживаете, возможно, вы смотрите наш ролик из Турции или из каких-нибудь других регионов, а вам нужно ускорить созревание растений, созревание плодов, созревание томатов. Можно подложить под сами кусты. Если у вас есть мульча, какая-нибудь солома, на солому просто накидать сверху яблоки и груш, они будут выделять этилен, и плоды будут зреть быстрее. Но метод этот сработает только в условиях, конечно, небольших теплиц. А как можно выработать этилен непосредственно уже внутри самого растения? Современное растеневодство обладает такими методами. Есть препарат современный, который называется Этрел. Он применяется в большом растеневодстве для возревания тех же самых томатов, для возревания ягод, для более дружного их возревания и ускоряет созревание до трех недель. Если у вас абсолютно бурые плоды или абсолютно зеленые плоды, вы можете обработать растения препаратом Этрел. Здесь все непросто. Этот препарат будет работать только при листовой обработке, обязательно с прилипателем. Если вы хорошо и качественно обработаете полностью растения, попадая на все листовые пластины. За границей этот препарат называется Этрел. А в России этот препарат под таким названием найти нельзя, потому что он производится именно для заграничного применения. У нас он называется дозариватель. Точно то же самое действующее вещество абсолютно той же самой концентрации. Дозариватель фасуется в ампулы. Одна ампула разводится в 2,5 литрах воды. То есть на 10-литровый опрыскиватель вам понадобится 4 такие ампулы. Препарат достаточно дорогой, стоит в районе 100-150 рублей за одну ампулу. Но обработая им, вы получите зрелые плоды примерно на 3 недели раньше. Потому что этот препарат встраивается в саму систему растений. Он абсолютно безопасный и начинает вырабатывать этилен уже в самих плодах, в листьях. Они активно начинают производить эмиссию этого этилена и плоды быстрее созревают. Чтобы вас успокоить, действия этого препарата похожи на действия янтарной кислоты. То есть принцип и смысл обработки точно такой же. Бояться такого препарата не стоит. Если вы можете его найти, если он у вас продается, если для вас это недорого, то очень сильно советую обработать этим препаратом. Реально ускорится очень сильно созревание. Что можем сделать еще для ускорения созревания плодов томатов? Методов на самом деле существует масса. Во-первых, нормирование, опять же, вегетативной массы по отношению к генеративной. Что это значит? Значит, нужно удалить лишние пасынки, лишние листья, удалить новые закладывающиеся цветоносы и пустить все питание растения на вызревание плодов. Как это делается? Достаточно аккуратно, потому что убирать все листья с растения значит отодвинуть созревание еще и получить абсолютно безвкусные плоды. Лучше всего сейчас, если вы живете в центральной части России, в северных регионах, на Дальнем Востоке или в Сибири, убрать уже все макушки у томатов. Это касается и детерминатных, и индетерминатных томатов, и в теплице, и в открытом грунте. Потому что есть простая такая статистика, простая логика. При комфортных условиях выращивания, при температуре плюс 25 градусов, цветок томата опыленный, от стадии завязывания плода до полной своей технической зрелости, доходит в среднем за 40 дней. При понижении температуры, как это у нас происходит в августе, спелость томата отодвигается примерно в процентах на 30-40. То есть спелые плоды вы получите из цветов, завязавшихся в начале августа, только в середине сентября, а то и позже. У нас очень часто во многих регионах в это время уже случаются ночные заморозки, растения могут пострадать, и просто мы не получим этого урожая. Поэтому такие цветы нам уже не потребуются. Подстригаем макушки растений, индетерминатных и детерминатных, убираем все закладывающиеся цветоносы, они уже нам пользы не принесут. Но при этом растения оттягивают много питания именно на эти цветоносы. Сейчас можно подрезать листья, но делать это стоит аккуратно. Подрезать листья необходимы те, которые расположены до первой зреющей кисти. Это касается тепличных томатов, открытого грунта, те, которые выращиваются в один-два стебля. Убираем все листья до первой зреющей кисти. Она у вас может быть первая, она у вас может быть вторая на растении и так далее. До нее, до ее высоты убираем все лишние листья. Плюс, если ваши томаты сильно соприкасаются друг с другом листьями, если это, допустим, детерминатные томаты, которые выращиваются без подвязки, без формировки, как у нас в открытом грунте, вы можете убрать до 50% листьев одновременно. Это будет стресс для растения, и растение пустит все свои накопленные элементы питания именно в вызревание плодов. Делать это нужно аккуратно. Срезать и ломать листья на уровне стебля лучше не стоит. Оставлять небольшие пенечки, чтобы не повредить сам центральный стебель, чтобы он не начал подгнивать, чтобы не случился расщеп. Этим именно сегодня мы на участке и занимаемся. Убираем лишние листья. Обязательно стоит с растения убрать все листья, на которых есть минимальные признаки болезней. Потому что больные томаты – это томаты, которые будут долго зреть, и плоды будут тоже проблемные. И заложить их на хранение в бурой зрелости тоже не получится. Поэтому для скорого вызревания томатов сейчас необходимо предпринять меры по защите их от фитофторы, кладиспариоза, альтернариоза и прочих других заболеваний. Что можно сделать для этого? Опять же, убрать нижний ряд листьев, которые касаются почвы в теплице, либо в открытом грунте. Если растут без подвязки в растил, как у нас, то в таком случае желательно сделать мульчирование почвы. Если у вас есть такая возможность, то можно и в теплице тоже провести мульчирование почвы. Что это нам дает? Отделение почвы от томатов снижает риск заболевания фитофторы и кладиспариоза, потому что много заболеваний идут именно из земли, идут именно из грунта. Лучше отделить толстым слоем соломы, сантиметров 10 высотой, чистой свежей соломы. Сейчас знаю, что многие набегут эксперты, которые напишут в комментариях, что солому использовать нельзя, потому что на полях применяют гербициды. Вообще это совсем чаще всего не так, особенно если у вас есть современные хозяйства, даже если там применялись гербициды, то их остаточное следовое количество не повредят никак вашим томатам. Мульчируйте соломы высотой 10-15 сантиметров, это отделит растения от почвы, и это улучшит фитосанитарную обстановку. Для того, чтобы растения у вас сейчас не болели, а если болеют, чтобы поддержать их иммунитет и попытаться вылечить хотя бы на какой-то процент, можно использовать системные препараты, которые применяются поливом под корень. Контактные препараты, которыми мы обрабатываем листья, тоже будут эффективны, но при этом съем плодов мы сможем произвести только через 30 дней. А если у вас уже есть зреющие томаты, выбирайте все-таки системные препараты, которые можно применять под корень. Привикур, консента, провизор, все эти препараты можно лить в почву. Почвы от этого ничего не будет. Эти препараты попадут в само растение и защитят его изнутри. Если вы не собираетесь есть листья, стебли томата, это будет лучший вариант для ваших растений. Консента разводится 30 мл на 10 л воды для томатов. Привикур в такой же концентрации, если у вас есть возможность найти эти препараты. Сейчас они очень редко, к сожалению, продаются. Что касается экстравагантных методов, народных советов по поводу вызревания томатов. Есть такой метод, как устраивание стресса для растений путем нарушения целостности стебля. Некоторые втыкают медную проволоку в надежде на то, что это еще поможет от фитофторы. Спойлер, не поможет. Если вы хотите применять препараты меди против фитофторы, лучше берите бордовскую смесь, хомо, бегопик, ордан, любые другие препараты. Но это не медная проволока. Втыкать медную проволоку в растение в надежде на то, что это поможет от фитофторы, это аналогично тому, если лизнуть качелю, особенно зимой, в надежде на то, что это поможет от железодефицитной анемии у человека. Это не поможет. Или железный чупа-чупс. Если использовать, это явно не поможет от железодефицитной анемии. Также втыкание медной проволоки в растение не поможет от фитофторы. Кроме того, некоторые советуют втыкать в стебель растения зубочистки. Действительно, это может помочь ускорить созревание томатов, потому что это сильный стресс, это нарушение питания растения. Опять же, питание растения начинает думать, что оно погибает, и пускает все свои силы на вызревание непосредственно самих плодов. Но за этим методом кроется проблема. Нарушение целостности стебля зубочисткой, медной проволокой, просто разрезание – это открытые врата для любых инфекций. Для вирусных инфекций, если у вас есть насекомые в теплице, для бактериальных инфекций, для грибных инфекций. Если вы нарушаете целостность стебля, то ваши томаты заболеют с 90% вероятностью. Даже если проводить профилактическую обработку, она может не помочь. Говорю по своему горькому опыту. В один из годов, лет 5 назад, нет, поменьше, года 3, наверное, 4 назад, мы пробовали проводить прививку томата на томат. И именно привитые растения, гибридные, устойчивые к заболеваниям, заболели первыми, потому что у них была нарушена целостность стебля. Поэтому такой метод я тоже не советую прививать томат на томат, только если у вас абсолютно стерильные условия выращивания. Один томат в два корня выращивали. Мы не дало прибавки, к сожалению, у рожая, хотя теория звучала очень даже правдоподобно и эффектно. Поэтому вместо нарушения целостности стебля мы можем вызвать нарушение целостности корневой системы. Это будет более щадящее для растения. Эффект будет тот же самый, но при этом меньшая вероятность того, что оно у вас заболеет. Как можно произвести нарушение корневой системы? Можно взять лопату и примерно на расстоянии 30 см от куста воткнуть ее на глубину примерно 25-30 см, то есть глубже, чем на полштыка, для того, чтобы подрезать корни томата. У томата корневая система, хоть и стержневая, она формируется по стержневатому очковатому типу, по смешанному типу, и формирует очень много боковых корней, подрезая которые мы устраиваем стресс для растения. Вокруг растения проведите круг, как ведьмин солью для защиты от нечистой силы, при помощи лопаты, подкапывая на глубину примерно 30 см. Это будет работать для томатов, которые выращиваются в теплице в один стебель, когда у вас есть вокруг них свободное пространство, когда вы можете так сделать. Если у вас ситуация как у нас, или это открытый грунт, где томаты растут вот так вот сплошным своим методом и способом, можно воспользоваться вилами, что мы, собственно, сегодня и будем делать. У нас не было здесь вил на участке, мы даже сегодня специально купили их для этих целей, берутся вилы обычные навозные и втыкаются в почву на расстоянии примерно 15 см от стебля растения. И несколько раз из стороны в сторону можно ими поводить. Протыкается почва вокруг растения. Это, во-первых, стимулирует насыщение почвы кислородом, корни будут дышать интенсивнее, и нарушает целостность корневой системы, что приводит к стрессу растения, оно начинает быстрее вызревать. Это будет более эффективно для именно открытого грунта в теплицу, лучше именно подрезать это все дело лопатой. Если уже вы видите, что растения однозначно не успевают вызреть и становится холодно, хоть в теплице, хоть в открытом грунте, вместо того, чтобы собирать бурые плоды, если у вас есть какое-то более-менее теплое помещение, например, веранда более-менее теплое, теплее все-таки, чем в открытом грунте, или есть какой-нибудь чулан дома, например, у меня есть такой, где темно, но в квартире достаточно тепло. Лучше собирать плоды не с растения, а растения подрезать на уровне земли и вместе со стеблем и остаточными листьями подвешивать его вверх ногами в предбаннике, где-нибудь в древняке, вверх ногами для того, чтобы растение отдало все остаточные питательные вещества в плоды, и тогда, дозариваясь на вот таком методе, при таком методе, они будут гораздо вкуснее, чем бы они зрели полностью снятыми с растения, даже там в бурой спелости. Плюс, если вы собираете томаты на дозаривание, не все плоды целесообразно собирать, а лучше собирать томаты в молочной спелости, когда они меняют свой внешний вид. Мантовые томаты, скорее всего, не дозреют, то есть, когда плод внешне мантовый, как будто бы немножко такой мохнатенький. Если плод стал глянцевым, он стал гладким, и чуть-чуть начал приобретать молочную спелость, их можно собирать и уже спокойно дозаривать. Что можно сделать еще в теплице в открытом грунте для ускорения созревания плодов? Помимо этилена, достаточно эффективно для возревания работает еще и повышенное количество углекислого газа. Он усиливает фотосинтез растений, усиливает питательные все процессы, каким образом можно увеличить количество углекислого газа в теплице. Это достаточно просто. Можно зажечь дымовую шашку. Полностью закрываем теплицу, зажигаем дымовую шашку. Это нас обезопасит от вредителей, плюс увеличит количество углекислого газа в самой теплице. Растения будут интенсивнее его использовать, и зрелость наступит чуть-чуть быстрее. Можно поставить в теплицу какую-нибудь перерабатываемую органику, то есть бродящую траву в ведре, навозную жижу, можно поставить куриный помет. Ароматы будут не из приятных, не из лучших, но метод этот работает. А что делаем в открытом грунте? Углекислый газ мы особо доставить не сможем дополнительно, но сможем сделать одно простейшее мероприятие. В августе во многих регионах ночи становятся холодными. Для того, чтобы снизить вероятность заражения фитофтора и повысить температуру, лучше заново поставить временные пленочные укрытия. Если вы увидите, у нас на томатах, на части томатов, среднепоздних и позднеспелых, стоят дуги, которые мы не стали убирать. На эти дуги можно уже накидывать укровной материал и закрывать томаты. Причем делать это лучше не прямо перед закатом, а хотя бы часа за 4 до заката, то есть вечером после работы. Чтобы теплый воздух, теплая почва оставались внутри этого укрытия. Все равно будет, конечно, прохладно внутри укрытия временного, но тем не менее ваши томаты дольше смогут пробыть в открытом грунте и дольше смогут зреть непосредственно на растения без съема самих плодов. Как видите, методов ускорения вызревания на самом деле целая гора. Если их объединить вместе, то это обработка препаратами, стимулирующими выделение этилена, препарат-дозариватель. Это защита их от фитофтора и кладоспариоза путем обработки специализированными препаратами. Это нормирование урожая, то есть удаление всех цветоносов, которые сейчас закладываются. Убирание части листвы примерно 50%. Добавление углекислого газа в теплице, укрытие томатов в открытом грунте, нарушение целостности корневой системы. Еще можно добавить снижение полива томатов, но не резкое. Полностью сокращать не надо, потому что они у вас потрескаются. Постепенно сокращаем поливы и доводим их до нуля. И подкормку томатов фосфорно-калийными удобрениями. Сейчас давать азотные подкормки, в том числе кальциевую селитру, против вершины гнили нельзя и не надо, потому что растение как раз пойдет в свой рост листьев и стеблей. А нам нужно опустить все на вызревание плодов. Сейчас лучше дать быстрые фосфорно-калийные листовые подкормки. Август – время листовых подкормок. Что это может быть? Монофосфат-калия, либо плантофит для дематов, либо плантофит для картофеля. Даем по норме. Один раз одной подкормки будет достаточно. Вот и все. Выбирайте методы, которые будут полезны именно для вас. Либо сочетайте эти методы, как это делаем мы. Мы будем обрабатывать дозаривателем. Под корень будем носить фунгицидный системный протравитель. Будем протыкать почву вилами. Будем убирать часть зелени. И будем убирать лишние цветоносы. И тогда у вас зрелые плоды появятся на растении гораздо быстрее. Всем спасибо за просмотр. Оставайтесь с нами. До встречи в новых роликах. Пока-пока. Я камеры корректировать не стал. Так интересно получилось. Что? Впрочем, здесь ты стояла вот в этом краю. Ага. Постепенно вот так вот. Сдвигалась? Вот так вот, вот так вот. А я вот вижу. Дошла до середины.